Видно, слышно? Отлично. Меня зовут Олеся Казунова, и сегодня мы будем говорить о том, что важно для каждого человека, будь то взрослый, будь то ребенок, мужчина или женщина. И по всему миру существует определение хорошей жизни. Понятие номер один, и это понятие начинается со здоровья. И если не здоровье, то все остальное уже в нашей жизни не имеет значения. И в интернете 254 миллиона запросов относятся именно к вопросу здоровья. И есть четыре основополагающих принципа для сохранения здоровья и долголетия. Вот на этом слайде четыре картиночки. Четыре квадратика, которые показывают те принципы, которые нужно соблюдать, чтобы иметь полноценное здоровье. И если хотя бы один из принципов убрать, то уже невозможно говорить о полноценном здоровье. И мы с вами состоим, каждый организм, каждый человек состоит из огромного количества клеточек. И от этих клеток, от их состояния, от их функционирования зависит вообще состояние, функционирование организма в целом. И сегодня мы поговорим о том, что необходимо нашей клеточке для того, чтобы она нормально функционирована. А соответственно, чтобы наш организм был здоровым в целом. По данным всеми организаций здравоохранения, на наше здоровье влияют некоторые факторы. Какой-то фактор больше, какой-то меньше влияет, на какой-то можем сами повлиять. Вот экология 20%, медицина всего лишь на 10% влияет на наше здоровье. Генетика также всего лишь на 10%. И что бы мы ни говорили, плохая генетика, например, очень часто лишний вес говорят, что у меня там родители полные, мама полная, и я полная. На самом деле на 60% наше здоровье зависит от того образа жизни, как мы ведем, какой образ жизни мы ведем. И наше здоровье в наших руках, и поэтому нужно понимать, что именно влияет. влияет на наше здоровье, какие факторы. И основные из всех факторов, которые влияют на наше здоровье негативным образом, которые убивают наше здоровье. На первом месте стоит неправильное питание. Этому вопросу сейчас уделяется в мире огромное внимание, придается огромное значение. И поэтому очень важно понимать, что же такое правильное питание. На седьмом месте мы видим такой фактор, как лекарство. Он тоже влияет на наше здоровье. Что же такое правильное питание? В первую очередь правильное питание – это сбалансированное питание. То есть, когда наши клетки получают все необходимые компоненты. И то есть мы, когда выбираем продукты питания, мы должны в первую очередь выбирать то, что не нам нравится, не то, что мы хотим кушать, а то, что необходимо для здоровья наших клеток. И это семь основных компонентов. Давайте мы разберем и изучим каждый из этих компонентов. И в современном мире сейчас основная проблема в том, что у нас несбалансированное питание. Что это значит? Что мы употребляем в пищу большое количество ненужных нам продуктов. Ненужных продуктов нашим клеткам, которые не дают никакой пользы, являются абсолютно пустыми для нас. И испытываем огромный недостаток в полезных компонентах. То есть, в тех компонентах, которые необходимы нашим клеткам. И выбирая продукты для своего питания, тоже необходимо, конечно, учитывать эти моменты. Неизбалансированное питание вызывает проблемы со здоровьем. Но это то, на что мы можем повлиять. На 60% тот фактор, на который мы можем повлиять, это наше питание. И просто, если мы будем понимать, что такое еда, и насколько она влияет на наше самочувствие и на здоровье в целом, то мы сможем повлиять на наше здоровье. Потому что 70% заболеваний связаны со здоровьем. То есть, причинам неправильного питания. Поэтому нужно понимать, что же такое правильное питание и как влияет на наш организм. И чем быстрее каждый из нас это поймет, тем быстрее сделает свою жизнь более качественной. А во всем мире проблема номер один – это недостаток качественного белка, правильных жиров, очень много быстрых неправильных углеводов и нехватка витаминов и минералов. Поэтому важно разбираться, что такое белки, что такое жиры, где их брать. И вот на этой картинке, я нашла в интернете такую картинку, что очень много заболеваний связано именно с неправильным питанием. Причиной смертности тоже является именно неправильное питание. И сердечно-сосудическое заболевание, и опухоли – это и инфекционное заболевание, потому что организм, когда мы неправильно питаемся, не способен бороться с инфекциями, с различными видами бактерий. И точно так же, как и в России, а Россия, Белоруссия и Украина – это практически одно целое, точно так же и в Беларуси, только 10% белорусов питаются правильно. Остальные просто к этому с детства не приучены, не имеют привычки, не умеют разбираться, что такое правильно питаться. Не умеют разбираться, выбирать для себя правильные продукты питания. И существует 6 типов питательных веществ. И все они жизненно важны, необходимы нашему организму. И ни один продукт вообще в отдельности не обеспечивает организм всеми питательными веществами, в которых он нуждается. И еще в древние времена этому вопросу уделяли огромное влияние, огромное значение, придавали огромное значение. Каждый какой-то продукт, сухофрукт, приправа, травка, имели влияние на какой-то определенный орган, на самочувствие организма. Поэтому даже древние лекари имели высокую квалификацию и умели лечить людей именно правильным питанием, подбирая те или иные продукты. И можно эту информацию пропустить мимо себя, забыть об этом. И кажется, что вообще нас это не коснется, но нужно понимать, насколько вообще это влияет на здоровье, и может коснуться каждого из нас. И наша клетка имеет состав такой вот, в серединке находится ядро, и клетка обтянута оболочкой. Внутри находится цитоплазма, такая жидкость, и оболочка клетки на 80% состоит из омега-3. Каждый день в организме производится 300 миллиардов клеток. Они рождаются, умирают, делятся. И для того, чтобы клеточка правильно функционировала, нужно, чтобы она получала все необходимые продукты. Существует шесть типов питательных веществ, и все они жизненно, важно, необходимы для нашей клеточки. И ни один продукт в отдельности не обеспечит организм всеми питательными веществами, в которых он нуждается. И на первом месте всегда стоят белки. Из белка строится сама клеточка, это основа клетки, и без белка вообще не может существовать ни один организм. Это и мышцы, это и соединительные ткани, это костная ткань, кожные покровы, зубы. То есть все, весь наш организм состоит из белка. Это основной строительный материал. Давайте же разберемся тогда, откуда нам брать белки. Какие вообще виды белков бывают? В природе бывают растительные белки и животное происхождение. Клеткам нужны абсолютно все виды белка. И по рекомендациям диетологов мы должны получать этого белка два к одному. То есть две части животного белка и одну часть растительного белка. Вот если сравнить два здания на картиночке, то первое красивое здание – это наш организм, который получает достаточно белка для того, чтобы быть вот таким вот красивым и здоровым, а не клетка инвалид. Второе некрасивая полуразрушенная ткань, полуразрушенное здание – это можно сравнить с клеточкой, с клеточкой инвалидом, которая не получает необходимого количества компонентов для того, чтобы быть здоровой, красивой и правильно функционировать. И прежде чем поступить к клеточкам, в качестве строительного материала белок проходит определенное количество стадий и превращается в аминокислоту. Например, когда мы съели порцию мяса, этот белок проводят в нашем организме от 36 до 72 часов, пока проходят все стадии расщепления. И вместе с тем мы кушаем все равно каждые 3-4 часа. То есть пока белок превращается в необходимую клетки аминокислоту, мы несколько раз принимаем пищу, а все в это время белок проходит стадии расщепления. Белка организм вообще не может существовать. И пища должна перевариваться достаточно быстро. При недостатке белка ощущается упадок сил, слабость, иммунитет. У детей замедляется процесс развития. Ребенок растет и развивается быстро, если белок поступает правильно, потому что белок – основной строительный материал. Вот я столкнулась, смотрела передачу по телевизору как-то давно уже, и родители вегетарианцы обратились к врачу с тем, что их ребенок заметно отстает в росте, в развитии от своих сверстников. Маленький очень ребенок был. И когда провели она, то выявили нехватку белка в организме ребенка. То есть ребенок, родители не учли в тот момент, что ребенок растет, и ребенку необходимо каждый день получать полноценный белок, как растительный, так и животное происхождение. Как только ребенка стали кормить как положено, давать ему животный белок, ребенок стал расти, развиваться и догнал своих сверстников. То есть такой жизненный факт. Как же решить вообще эту проблему? Проблему с белком, да, с тем, что он очень долго превращается в аминокислоту. Вот на этом слайде вы видите гениального человека. Это доктор медицинских наук, который всю свою сознательную жизнь посвятил здоровью людей, посвятил вопросу здорового питания. Он проводит операции по трансплантации сердца и легкого. И причем он берет на операции людей старше 70 лет. Это авторитетнейшие специалисты в этой области, таких как он, вообще в мире всего лишь 7 человек. Текстен был номинирован на Нобелевскую премию. И среди его изобретений, такие изобретения, которые спасли огромное количество человеческих жизней, вот, например, вот такой комплекс оборудования, который позволяет консервировать человеческое сердце до 48 часов. До этого это вообще возможно было только в течение 12 часов. И, конечно, это дало возможность любому человеку в любой точке мира получить сердце, получить второй шанс на жизнь. Насколько вообще, вот вы представляете, если человек, профессор понимает, как орган, который вне человеческого тела находится, как досконально понимает работу клетки, чтобы смог сохранить 48 часов орган вне человеческого тела. И этот ученый создал коктейль Natural Balance. Этот продукт в линейке Wellness появился первым. На самом деле это уникальный продукт. И вот на следующем слайде вы увидите Гелиосу. Там расположен научно-исследовательский центр, в котором работает стикс-цент группы ученых. Коктейль Natural Balance является полноценным приемом пищи. В этом продукте есть абсолютно все компоненты, которые необходимы нашей клетке для ее правильного построения, правильного функционирования. Кроме того, клетке нужны еще жиры и углеводы. Но на первом месте всегда стоит белок. А именно его тресна основа полгачьих компонентов. Компоненты белковой породы. Это яичный белок, белок зеленого горошка и молочный белок. И для нашего организма эти белки являются самыми легко усвояемыми. Для вегетарианцев зеленый горошек является мясом. Именно поэтому в нем содержится наибольшее количество аминокислот. Для нашего организма важно не количество белка, а то количество аминокислоты, которое в результате образуется в организме, которое получает наш организм. А в коктейле содержится также клетчатка шиповника, яблоко и сахарной свеклы. Клетчатка позволяет очень быстро получить белки, жиры и углеводы, правильные и качественные. Но не за 72 часа, а всего лишь за 24 минуты. То есть получив порцию коктейля, уже через 24 минуты в организме начинают строиться клетки. В отличие от мяса, которое целых 72 часа будет проходить в стадии расщепления до аминокислот. Когда мы выпиваем порцию коктейля, мы получаем всего лишь 65 килокалорий. В отличие от популярных перекусов, которых, как правило, на работе, булочка с чаем, сырок с чаем, вот такие продукты, как печенюшечки, вафельки, они, как правило, 300-400 в среднем калорий и не дают нужного насыщения. Через 6-6-5 снова хочется что-нибудь укусить. А коктейль дает нам насыщение на 3,5-4 часа. Почему же так происходит? Коктейли имеют низкий гликемический индекс. Это поддерживает оптимальный уровень сахара в крови. Что такое вообще гликемический индекс? Гликемический индекс – это показатель, который показывает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу. Гликоза – это главный источник энергии. И чем быстрее расщепляется продукт, чем выше гликемический индекс. Вообще за эталон был принят показатель 100, гликемический индекс продукта. Чтобы понимать, когда мы съедаем что-то сладенькое, булочку, то есть быстрые углеводы, очень резко подскакивает уровень сахара в крови. Синенькая бансерная линия показывает этот процесс. И так же быстро падает. В тот момент, когда происходит падение… Одну минутку. Выходи. Ребенок пришел из секции. И в то время, когда происходит резкое падение уровня сахара в крови, то происходит упадок сил, снижается работоспособность, может, так сказать, сонливость появится. А продукты, которые содержат низкие… продукты с низким показателем, с низким гликемическим индексом, это продукты, сложные углеводы или медленные углеводы. Они способствуют замедленному роста уровня сахара в крови. И это обеспечивает продолжительное чувство насыщения. Нет резких скачков. То есть очень плавно, медленно растет уровень сахара в крови и невысоко. И поэтому вы чувствуете себя хорошо на протяжении очень долгого времени. Такое равномерное, хорошее самочувствие. И очень долго не хочется кушать. Ну, в первую очередь, коктейль – это продукт питания. И только во вторую очередь, это продукт, с помощью которого можно похудеть. Поэтому одна порция – 65 калорий на 4 часа насыщения. Вообще ни один продукт, конечно, не даст такого насыщения при таком минимальном количестве килокалорий. Вот если взять яблочко, ну, порция коктейля – это практически одно яблоко по количеству калорий. Можно съесть одно яблоко, вот, кажется, столько же калорий, да. Но, я думаю, уже через час, может быть, и через полчаса кушать захочется, да. Поэтому коктейль, в первую очередь, полноценная, сбалансированная еда. И его результаты научно доказаны. И употребляя этот продукт, вместо еды, или за 30 минут до приема пищи, ваш организм насыщается, и вы уже вообще не захотите кушать, или съедите уже не столько, как обычно, ну, как без коктейля. Коктейль – это продукт натуральный, без добавок и красителей. И если вы хотите просто чувствовать себя хорошо, вы можете завтракать коктейлем, использовать как перекус, можете детям давать. Но если хотите похудеть, то вы можете употреблять вместо ужина и второй прием за 30 минут до еды. Вес уходит естественным образом, без диет, без срывов, без снижения веса. То есть это правильная еда, которую должен получать организм. Продукт Cable Wellness, продукт коктейль Nature's Balance исследован в Российской Академии Наук. Ольга Григорян – это эксперт в области здорового питания, ведущий специалист Российской Академии Медицинских Наук, кандидат медицинских наук. Ведет телепередачи, которые посвящены здоровому питанию. И в своих программах по снижению веса они используют коктейль для того, чтобы лечить людей от ожирения и избыточного веса. И в этом слайде представлена характеристика нескольких коктейлей, в том числе российских и белорусских, с разной ценовой категорией. И, как правило, люди выбирают наиболее дешевый продукт, но это неправильно, потому что продукт в первую очередь – это продукт, который вы употребляете в пищу, и он должен быть качественным, должен отвечать европейским стандартам качества, должен содержать натуральные ингредиенты, без искусственных красителей, добавок загустителей. И, кроме того, продукт должен быть клинически проверен, за документированными исследованиями, проверен и рекомендован учеными. Есть еще один продукт линейки Велмс – это супы Велмс. Супы подходят также и вегетарианцам, поскольку содержат три источника белка именно растительного происхождения. Это белок зеленого горошка, это соевый белок, картофельный белок. Супы содержат чуть больше калорий, чем в коктейле. Вот примерно 100 калорий. И в чем разница? Суп готовится на кипяточке, а коктейль на холодной воде. И суп – это полноценный прием пищи. Вот так же, как и коктейли, супы являются источником белка. И были разработаны профессором Стигом Стеном и его коллегами в научно-исследовательском центре Велмс. В Швеции. Как мы знаем, здесь на слайде два вида супа. У нас есть два вида супа. Со вкусом спаржи и томатный супчик. Здесь можно выбирать по вкусу, что больше нравится вам. Я лично люблю спаржевый суп. Пробовала томатный, но мне это не очень нравится. Мне больше нравится спаржевый. Он такой густой, немножечко такой овощной вкус, немножко сладенький. И я люблю на работе даже пообедать этим супчиком, согреться, особенно в зимнее время, в холодное время. И к тому же получить полноценный обед и минимум калорий. И супы коктейльные через баланс это необходимые организму правильные белки и углеводы. То, что нужно нашему организму. Вот посмотрели суп-коктейль. Где же нам вообще получить правильные жиры и витамины? Ну жиры в супе тоже есть, но в минимальном количестве. Наши клетки должны получать, конечно, 7 основных компонентов. Самая большая проблема это нехватка белка и правильных жиров. Кроме того, нехватка витаминов и минералов. Эту проблему решает такой продукт Велмос, как ПЭК. ПЭК также разработан и производится в Швеции. А Швеция входит в пятерку стран по уровню качества медицины и уровень развития медицины. В Швеции существует программа по сохранению нации. И огромное внимание уделяется именно этому вопросу. В Швеции осуществляется контроль за питание деток в садах и в школах. И ключевой момент политики Швеции это именно здоровье нации. Вот такие 4 капсулки входят в Велмос ПЭК. Здесь представлены в таком большом слайде, чтобы было хорошо видно. Омега-3, астаксантин и витамин и минералы. 22 незаменимых витамин и минералы. Вот на таком порционном пакетике в упаковочке 21 пакетик. И Велмос ПЭК это комплекс того, что мы не можем получить с пищей. Велмос ПЭК обеспечивает нам здоровье. И то, что мы получаем, вот то, что вот лично для меня, это и состояние кожи, это и состояние сосудов на будущее, да, уже, если говорить о будущем, да, чтобы не было проблемы с сердцем, проблем именно с давлением, это и самочувствие хорошее, повышается выносливость, физическое общее состояние, конечно, лучше. И Велмос ПЭК содержит Омега-3, витамины, минералы и комплекс астаксантин. Можно отдельно их приобретать, можно ну, конечно, выгодно, если все это купить в таком пакетике, как Велмос ПЭК, вот такие коробочки, это, конечно, гораздо выгоднее. Ну, и кроме того, все витамины, минералы и жиры нужно принимать одновременно. И когда мы говорим о мужском и женском ПЭКе, они отличаются между собой, у шведов тоже очень этот момент, содержанием витаминов, минералов, ну, отличается, мужчине нужно немножечко больше магния, цинка и селена, а женщинам нужно больше фольговой кислоты, железа и кальция, поскольку организм немножечко по-разному функционирует. и состояние кожи улучшается, улучшается уровень увлажненности и эластичности, повышается жизненный тонус, укрепляется иммунная система, улучшается работа сердца, улучшается зрение, и, конечно, многие другие факторы здоровья улучшаются в положительную сторону. Когда мы говорим о плохих и хороших жирах, мы подразумеваем насыщенные и ненасыщенные жиры. Насыщенные жиры это такие жиры, которые при комнатной температуре находятся преимущественно в твердом состоянии. Это тропические масла, это сливочное масло, сыр, и высокое содержание их в рационе связано с риском заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирения онкологических процессов. Ненасыщенные жиры это все те жиры, которые при комнатной температуре остаются жидкими и они считаются хорошими жирами. Ненасыщенные жиры есть в рыбе, оливковом, в рапсовом масле, орехах, авокадо и некоторые ненасыщенные жиры содержат незаменимые жирные кислоты, которые организму нужны ежедневно, каждый день и их ничем не заменишь. И проблема современного питания в том, что в продуктах питания содержится плохих жиров гораздо больше, чем хороших. Особенно это касается трансжиров. Трансжир, это, ну, если как пример, это маргарин. То есть, такие жиры, которые созданы, ну, сказать, искусственным путем, и наша клетка их не распознает. Маргарин практически в магазине в каждом продукте. Это чужеродный продукт для наших клеток. организм не способен усвоить этот продукт. Трансжир не выводится из организма, он скапливается и приводит к большому количеству заболеваний. Еще 30 лет назад проблема инфарктов и инсультов касалась только старшей возрастной категории от 50 лет. Сейчас уже абсолютно нормально, когда у молодых людей 25-30 лет инфаркты, инсульты, то есть, болезни молодеют и это главная причина употребления огромного количества плохих жиров и трансжиров. И понятно, что производители заинтересованы не в нашем здоровье, а в получении прибыли для того, чтобы увеличить срок годности продукта, срок хранения продукта, для того, чтобы их реализовать на прилавках магазинов. И если продукт имеет срок годности выведительной упаковки не в днях, не в часах, а в годах, в месяцах и в годах, когда натуральный йогурт буквально сутки, пару суток должен быть, а когда пару месяцев йогурт может храниться, то вообще какие натуральные компоненты могут содержаться в этих продуктах, которые год лежат, и вообще о какой пользе для здоровья можно вообще говорить. Омега-3 играет огромный роль для нашего здоровья, и она не вырабатывается в нашем организме самостоятельно. Омега-3 должна ежедневно поступать либо с пищей, либо как добавка к пище. И это единственный продукт, который способен выводить, расщеплять и выводить холестериновые бляшки из сосудов и способен разрушать трансширы. И это научно доказанный факт. Омега-3 это очень важный продукт для женщин в период беременности и кормления грудью. Потому что это единственный продукт, который должен поступать в организм ребенка с момента зачатия и до самой старости человека уже взрослого. И девушка, которая планирует завести ребенка, должна понимать, насколько важно самой получать омега-3 для того, чтобы малыш уже из ее организма и из ее молока тоже получал омега-3. И после того, как ребенок перестал получать материнское молоко, он должен получать уже омега-3 извне. Зачем это нужно? Во-первых, ребенок постоянно растет. И мозг человека на 30% состоит из омега-3. И если омега-3 недостаточно, то в первую очередь страдает мозг, нервная система, иммунитет. И в совокупности с белком правильные жиры, белок и правильные жиры это строительный материал для клеточки. Вот ребенок каждый день растет, мы видим, наблюдаем, как дети меняются буквально с каждым днем и все это время для того, чтобы шло правильное развитие, необходимо каждый день, чтобы ребенок получал омега-3, правильные белки, витамины, минералы, для того, чтобы он был здоров и правильно развивался. Поэтому один из продуктов линейки Велмос это омега-3. Чем отличается взрослый омега-3 в капсулах и детская в жидком виде отличается только в дозировке. И омега-3 это уникальный продукт. Вообще в чем его уникальность? Он способствует снижению холестерина, он укрепляет стенки артерий, нормализует кровяное давление, поддерживает нормальное функционирование мозга. Это и зрение, это и здоровая нервная система. Ну и, конечно же, это сильнейшее противовоспалительное средство, это сильный иммунитет. Кроме того, создан соблюдением всех рекомендаций всемирной организации здоровья в жидкой форме содержится для того, чтобы деткам было удобно принимать омега-3. Имеет высочайший стандарт GMP. Это самый высокий стандарт в мире. Кроме того, омега-3 изготавливается не из печени рыбы, печень является фильтром, где всякая гадость проходит, но и остается в печени. изготавливается из мяска, из мяска, розовенькое мяско, из тушки рыбы. И проходит 5 степеней очистки, причем на эту систему очистки компания имеет патент, не содержит искусственных консервантов, красителей, загустителей, ароматизаторов. И содержит натуральный стабильный рыбий жир. Не концентрат, стабильный рыбий жир, который обеспечивает высокую впитываемость незаменимых аминокислот, жирных аминокислот. Рыбий жир, вот сам рыбий жир, на 30% состоит из жирных кислот омега-3. Вот это омега-3, это не рыбий жир в этой баночке, а именно омега-3. Теперь давайте рассмотрим следующий компонент, такой компонент, как витамины. Витамины также нужны каждой клеточке, поэтому вообще в современном мире продукты питания, которые мы употребляем, не дают нам необходимых витаминов. Ну, кажется, что мы можем съесть яблочко, или морковку, или еще какой-то овощ, и получить для себя, для своего организма витаминные минералы. Но на самом деле современные продукты питания не позволяют получать то, что нужно нашей клеточке, поскольку те фрукты, овощи, которые выращиваются в данный момент, из-за того, что обеднели земли, уже не такие плодородные, используются химикаты, удобрения, всякие вредные, поэтому продукты уже не являются такими уж и полезными, зачастую и вредными, потому что обрабатываются для того, чтобы долго хранились. И если сравнить, какими были продукты 50 лет назад, еще 50 лет назад, когда наши бабушки, даже всегда говорили, что посмотрите, какие у нас крепкие старички, еще 50 лет назад, съев порцию салата, получали то, что нужно, то, что необходимо организму каждый день. Сейчас, чтобы получить тот объем витаминов и минералов, нужно съесть 10 таких тарелок. То есть продукты питания потеряли свою ценность. Почему так происходит? Потому что производитель заинтересован сделать некачественный товар, вырастить или создать некачественный товар, а заинтересован в том, чтобы получить выгоду, чтобы выгодно продать, продать больше, чтобы это было не затратно с точки зрения получения прибыли. И сами продукты не просто некачественные, они обработаны химикатами, те же самые фрукты, для того, чтобы выдерживали и транспортировку, и длительное хранение. И поэтому сейчас мы не можем получить необходимые витамины, минералы с пищей. Потому что нужно съесть 10 порций, физически просто неспособность только съесть. Это просто невозможно. Чем особенный wellness pack? Комплекс витаминов и минералов wellness pack особен тем, что он не имеет ни оболочек, ни загустителей, ни красителей. абсолютно натуральный. Вообще витамины бывают натуральные, полунатуральные, синтетические. Натуральные витамины это например сам фрукт, когда ты съедаешь это яблоко. Полунатуральные витамины это когда взяли витамины из яблочка и поместили вот такую капсулку. Вот wellness pack это именно полунатуральные витамины. Но синтетические это конечно уже далеко ничего там натурального нет, не связанно с натуральным продуктом, об этом можно не говорить. И в рационе питания деток можно задать вопрос нужны ли витамины и минералы детям? Нужны конечно же. Потому что в рационе детей ежедневно должны быть определенные продукты. Но только 12% родителей соблюдают основы правильного питания для детей. И в большинстве своем дети едят то, что они хотят, то, что детки хотят, а не то, что нужно деткам для здорового питания. И это происходит не потому, что родители плохие, а это происходит потому, что родители просто не понимают зачем, что такое еда, как она влияет на состояние здоровья ребенка. И в линейке Wellness Pack есть такой продукт, как Омега-3 для детей. Точно витамины и минералы влияют на функцию, на функционирование, на работу всего организма. Витамины и минералы для деток точно так же не содержат ни ароматизаторов, ни красителей. В составе содержится ксилит, который полезен для зубов. Также для вкуса в составе имеется апельсиновое масло. Витаминки жевательные, их можно разжевывать, запивать, можно рассасывать. Вот на этом слайде представлена сравнительная характеристика некоторых витаминов, которые продаются в нашем аптеке. Такую информацию можно найти в интернете, много такой информации. И если вообще такой вопрос интересен, то чтобы грамотно подходить к выбору витаминов для своего ребенка, можно конечно изучить. И вот здесь конечно видно, что стоит выбирать. После сравнительной характеристики вообще конечно не возникает сомнений, что Wellness это просто чемпион среди витаминов и минералов. И только в комплексе Wellness Kids в составе находится 13 витаминов. и 8 минералов, причем без всевозможных вредных искусственных добавок, ароматизаторов, красителей и так далее. Теперь мы поговорим о четвертом компоненте ПЭКа. Это продукт растительного происхождения, который добывается из бурой водорослей, которая растет на Стокгольмском архипелаге. Бурая водоросль, чем она особенно, чем она интересна? Тем, что она способна целый год прожить без воды и при этом сохраняя свои клеточки живыми. Это благодаря тому, что в своем составе имеет такой компонент, как астоксантин. Если раньше самым сильным антиоксидантом считался витамин Е, то сейчас астоксантин в 100 раз сильнее, чем витамин Е. его можно назвать для клетки бронежилетом. Вот на слайде здесь приведены разные антиоксиданты. витамин С, получается, справа выше витамин С. Он защищает клеточку только с внешней стороны. А астоксантин является двойным антиоксидантом и защищает клетку и снаружи, и внутри. Поэтому такая клеточка, которая одета в бронежилет, недоступна ни вирусам, ни инфекциям. Кроме того, астоксантин рекомендуется принимать ежедневно как дополнение к косметическому уходу за кожей, как антивозрастная защита. И можно посмотреть на этом слайде две женщины одного возраста, одна из них Мадонна, которая следит за собой, и можно относиться по-разному, конечно. Можно говорить, что она делает пластические операции, но в своем интервью для французского журнала Allure она говорила о том, что она ежедневно принимает астоксантин, потому что он влияет на красоту и здоровый вид кожи. Итак, в составе Wellness Pack четыре капсулы. Это три активных компонента. правильные жиры омега-3, астоксантин, это антиоксидант защиты клетки и витаминно-минеральная капсула. И в каждой здоровье находится 21 саше, это 21 день вашего здоровья. Ольга Григориан приезжает в МИНС, проводит обучение и рассказывает не просто о самой продукции Wellness, она рассказывает о роли питания для здоровья, как с помощью Wellness продукта они лечат людей от избыточного веса и от огромного количества заболеваний. И если интересно, конечно, этот вопрос можно тоже на официальном сайте, в интернете, на сайте здравоохранения Российской Академии Медицинских Наук можно этот вопрос тоже изучить. Вся продукция Wellness имеет высокие стандартные качества, плюс стандарты тех стран, где осуществляется его продажа. Конечно, невозможно говорить о качестве продукта, если это не подтверждено стандартами и сертификатами, если не согласовано с Всемирной Организацией Здравоохранения. Вообще GMP это самый высокий стандарт качества в мире. Осуществляется жесточайший контроль качества, начиная от производства продукции, заканчивая бухгалтерией. Поэтому важно понимать, какой продукт выбираешь, ориентироваться на то, какие сертификаты, какие стандарты имеют продукт, то есть какого качества продукт. И особой гордостью является то, что в 2010 году, в прошлом году Wellness отметили такой наградой премию здоровое питание и в такой категории, как продукты питания и биологически активные добавки в первое место. Это тоже очень приятно. К тому же огромное количество спортсменов выбирают продукты Wellness. wellness wellness pack рекомендует этот продукт. В интернете есть очень много отзывов о продукте, видеоролики и, конечно, это подтверждает то, что продукт качественный и дает результаты. И много, конечно, спортсменов употребляет этот продукт, когда готовятся к соревнованиям, к олимпиадам. Вот Евгений Плющенко на олимпиаде занял первое место. И вот такой спортсмен это Сергей Руднев. Он, когда готовился к соревнованиям, использовал wellness. И в свои 50 лет не только выиграл соревнования, но и побил свой собственный рекорд. Кроме того, wellness является официальным поставщиком витаминов и минералов для клубов. Вот клуб Динамо, это также и шведская сборная по биатлону. И, конечно же, многие звезды, в том числе, и Мадонна используют именно wellness в своем рационе для того, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым, быть здоровым. И особой гордостью, конечно, является то, что сама королева в Швеции, королева Сильвия, посетила научно-исследовательский центр. Вот ее любимый вкус коктейля клубничный. И поддержка королевской семьи лишний раз, конечно, говорит о том, насколько серьезно очень шведы относятся к здоровому питанию. Если говорить о коктейле, существует три вкуса коктейля. Это ванильный, клубничный и шоколадный. Если супа, вопрос про суп обратила внимание, тоже 14, в старом было 14. Честно говоря, я уже даже считать перестала, потому что мы просто никогда не считали порцией, сколько приема хватает одной упаковки. На самом деле написано на самой коробочке. Я сейчас не посмотрю, коробочке я уже выбросила. Каждый день у меня сын занимается спортом, каждый день пьет коктейль. Мы ежедневно принимаем на столе всегда стоят пэк мужской, пэк женский, это ежедневный продукт, который у нас дополнительно омега и детская омега, все астаксантин, все есть. Коктейли, ну вот коктейль у меня сейчас в стеклянной такой баночке находится, потому что контейнер я отвезла сыну в больницу. Вот, ну немножечко отвлеклась, да, мне сын в больнице лежит, в аварию попал, и я его когда положила в больницу, я сразу же сразу же ему купила продукты wellness и должны были сделать операцию, но операцию отменили за счет того, что у него хорошо расставятся суставы, кости, то есть ну все нормально. Вот, отвлеклась. И существует значит три вида коктейля, и вы можете для себя выбрать тот, который вам нравится, можно оформить подписку и на коктейль, и на wellness pack, и на детские витамины, на детские минералы, и на детскую омегу. Четвертый продукт вы получаете по подписке с 9% скидкой. Кроме того, хочу сказать, что wellness не является лекарством, это продукт для здоровья, для сохранения здоровья, для восстановления здоровья. Почему не лекарство, несмотря на то, что улучшаются показатели, уходят многие болезни, потому что когда при неправильном питании возникает та или иная болезнь, как это скачки давления, головные боли и так далее, когда вы восстанавливаете правильное питание, когда вы добавляете в свой рацион то, что необходимо к ленточке, то, что она должна получать каждый день, эти проблемы уходят с вами по себе. Вот поэтому нужно обратить конечно внимание на то, что такое правильное питание и перейти конечно на именно изменить свой рацион на правильный. И вот здесь на слайде приведена стоимость продукта в день, да, если многие говорят, кто-то говорит, что дорого, на самом деле, если посмотреть, сколько обходится порция вашего здоровья в день и сколько мы тратим на перекусы, покупая что-то к чаю, покупая что-то домой из неправильной пищи, но которая дорого стоит, я бы сказала, что это очень хорошая альтернатива, потому что за такие деньги вы получаете полную порцию, да, полный комптик того, что нужно получить ежедневно в вашей клеточке. Коктейль и суп являются полноценным питанием, а ПЭК это незаменимая добавка к пище, витамины, минералы, стоксантин, омега-3, то, что мы не получаем с едой. Следующий слайд показывает, сколько обходится в день здоровье деток, и я, конечно, на самом деле не понимаю мамочек, которые говорят, что wellness это дорого, что wellness это не нужно, и абсолютно не задумываются над тем, сколько ежедневно покупают своему ребенку буквально по пути из садика домой какие-то чипсы, чупа-чупсы, печеньки, вафельки, шоколадки, которые абсолютно не имеют никакой пользы для организма, а вот всего лишь 16 копеек в день, я думаю, не так много, чтобы ребенок был здоров. Wellness это жизненно необходимый продукт, и если сегодня в вашей семье нет этого продукта, значит, просто до сих пор не понимаете того, что на 60% здоровье находится в ваших руках. Кто-то просто не готов менять свои привычки питания, кто-то просто еще недопонимает важность здорового питания, важно понимать, что каждый человек сам отвечает за свое здоровье, и я надеюсь, что сегодняшняя информация даст вам какие-то основы понимания, что такое здоровое питание, что такое правильное питание, и как мы можем повлиять на здоровье на свое, на здоровье своих деток, и поможет осознать, зачем нам в рационе питания необходим продукт Wellness. Ну и конечно же напоследок я хочу рассказать о системе питания Wellness Life. Существует еще такая система питания, как Wellness Life Plus. Благодаря этой системе вы получаете необходимые компоненты вашему организму. важно, что белки, жиры, углеводы, витамины, минералы должны поступать в организм вместе, потому что друг без друга они просто не усваиваются. И система Wellness Life разработана шведскими учеными, которые доказали, что прием коктейля вместе с Wellness Pack дает гораздо более значимый результат. И существует две системы на выбор. Первая система Wellness Life Plus вверху направлена, на поддержание жизненной энергии. В нее входят коктейли Wellness Pack. А вторая программа, которая внизу, это система Life Plus твое идеальное тело, твой идеальный вес. Там два коктейля и один Wellness Pack. Причем можно заменить коктейль на супчик. Тоже очень удобно. В обед или утром коктейль перед едой, вечером супчик. Вот. И если вы хотите снизить ваш вес, то конечно необходимо две порции коктейля в день. Либо порция коктейля под порция супа. Вот если прочитать этот слайд, то при минимальном количестве килокалорий, но при этом вы получаете полноценный прием пищи, и Ольга Григориан в своей передаче рекомендовала именно такой вариант завтрака. И на систему Life действует бонусная программа, огромная скидка, подписка, огромный бонус в том, что каждый четвертый чемоданчик идет с 9-5% скидкой, но при этом сохраняется количество валов, которые вы получаете за этот чемоданчик в регулярной цене. Соответственно, это и 50% скидка дополнительная, что очень выгодно. Участник, если вы являетесь участником премьер-клуба, если вы знаете, что это такое, системы LifePlus, спросите у своего спонсора, или если вы первый раз, то у человека, который вас пригласил на эту встречу, рассказал все, что успел за этот час. Желаю вам здоровья, изучайте основы правильного питания, чтобы понимать, как нужно питаться, чтобы сохранить и приумножить свое здоровье, здоровье своих близких. А сейчас не отключайтесь, потому что сейчас